Ну вот так, Давид. Так что смотри, ты там один. Если что, ты пиши, советуйся. Можешь Игнать Тихановичу напрямую писать. Можешь мне писать. От Москвы-то это далеко у вас? Нет, здесь дорога километра может. Ну вот у нас братьев в Москве много. Я тебе могу дать тоже контакты, которые я тебе сброшу. Николай Астахов вот ко мне приезжал тоже. Брат, он с Москвы. Еще там есть братья. Ты можешь тоже с ними общаться, иметь общение. Потому что надо содержать и надо иметь правильное понятие обо всем. Чтобы можно было отражать все нападки сатаны. Просто хочется, чтобы кто-то пришел и вместе зашли в это. У них там гараж. Вместе зашли в этот гараж. Я попрошу, чтобы проповедовать, если они разрешат, конечно. И сразу несколько, там, 10 человек могут понять, что они не в истине и перейти в православие. Но атака одному. Это точечно стрелять. Это не очень. Надо все хорошо очень знать материалы, которые ты на сайте есть. Надо их выучить наизусть и самому их хорошо понять. Принять. Тогда да. Ну а так это посмотрим. Может быть и когда-нибудь что-то может быть такое и приехать. Вы когда свободны? Просто я вам скидываю голосовую. Этот человек может прийти в субботу и в пятницу вечером. В субботу и в пятницу вечером? Сейчас. Ну у них в пятницу после этого служения. В субботу нет. В субботу меня нет. Но ты на Игнатия можешь выйти вместе. В пятницу. Вот в пятницу я есть. Просто Игнатий Тихонович вроде до 16. До 16, да. А надо до 16 постараться. В любом случае. Если на него выходить имеется в виду. А вот если он придет, ну, этот человек, ему что сразу говорить? То есть он скажет, почему ты не ходишь? Какие проблемы? Говорит сразу учеба или повременить? Нет, скажи, все, скажи открыто. Скажи, я, ты испоешь, я скажу, я православный стал. Все, я понял, что мы не церковь. Ты ему так и скажи, что видишь, в чем дело? Они-то многие сами на хорошие люди и просто заблуждаются. И им нужно этот путь пройти многим. И все. А как они пройдут, если ты не узнаешь? Один человек вдруг понял, другой, и человек начинает дыхать. А что, почему? Кто-то куда-то что-то уходит, смотрит. И все. Все это будет предоставлено. Все для этого есть. Там никаких аргументов против, ничего нельзя сказать. На 100%. Если хочешь жить по Писанию, то и вынужден просто найти церковь. Потому что Писание можно исполнять только в церкви. А само основание сектантское, оно уже идет против Писания. У меня есть русская православная через 100 метров. Ты на службу еще не ходил? Не начал ходить? Нет. Но видишь, тебе трудно. Если без богослужения, то, чтобы со священником иметь, это труднее. Надо тебе ходить на службу. В русскую или в армянскую? Ну, я считаю, что лучше в русскую ходить. Там меньше заблуждений. Все-таки там полнота. Все вселенские соборы принимаются. Меньше всего заблуждений в церкви православной. Во всех остальных там больше. Я просто в будущем хочу в армянскую ходить. То есть, чисто посвятить. Ну, ты видишь, ты так и пока не решай. Так, изучи все и выбирай истину. Истина, где, чтобы было меньшего заблуждений. Если хочешь своему армянскому народу помочь и прочее, это одно дело. Но надо еще много чего научиться. Много чего узнать. Одно дело ты просто узнал от нас, услышал. А другое дело самому это все. Изучить. Поверить, изучить внутри себя, принять это. Вот такой мини-вопрос. Вот когда... Как креститься? На лоб, потом на попок? Да, лоб. Господи Иисусе Христе. Господи, Иисусе Христе. Это пуп, то есть, воплотившийся, то есть, прошедший через чрево Дева Марии. Пуп, то есть, воплотившийся человек, это человек внизу, в земле. Помилуй меня, грешного, то есть, он стоящий по правую сторону от отца. Возведи меня, стоящего по левой стороне. То есть, выведи меня оттуда. То есть, точно, строго, прям должен быть удар. А на армянском, там по-другому, стоящего налево приведи направо. Да, тоже правильно. А тут ты, то есть, ты стоишь, и ты меня выведи слева. Тоже это правильно, стоящего. Ну, вот, допустим, у вас там есть свят, свят, свят. Молится, да, как там говорится. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Молитва такая, Святый Божий. Да, и на армянском она есть. И там они добавляют, распнысь и зоны, распявшись зоны, помилуй нас. А это, православные, это отрицают, как это, Святая Троица не распиналась за нас. И нельзя сказать, что распнысь и зоны, к Святой Троице так. Человек распинался. Иисус Христос, человеческая природа Иисуса Христа. А Божественное оставалось бесстрастно. То есть, путаница с природами происходит в молитве. Вот. Тоже такой мини-вопрос. А вы сейчас можете разговаривать? Да. Такой мини-вопрос. У меня еще вопросов много будет, на Игната Тихоновича останется. Можно ли петь песни из вот таких сектантских песенников? Конечно, если там ереси нету, хорошие песенки могут быть. Обязательно можно и нужно, полезно даже. Главное, чтобы ереси никакой не было там. Составитель христианской библейской миссии Елеон. Можно, можно. Так, это будет хорошо. Местник обычно там, они очень хорошие, и никакой ереси не содержат. А любви Божья, а любви ко Христу. Напоминает просто многое. Вот такие вот песни, они таким духом сектантским наполнены. Напоминает. Тогда не читай, их не напоминай. Что если у тебя уже есть, с ними связан какой-то образ, какое-то ощущение, то их не надо тогда уже. У меня нет ничего, поэтому я и так. Мне они хорошо. И на них сразу тот дух, который истинный, евангельский, православный. Приправленный. А вот если пойду креститься в русскую православную, ну, конечно, до этого еще долго, там, где-то полгода. Там же, когда крестишься, падаешь, ну, вот погружаешься, выходишь и крестишься же. Не обязательно, не знаю, не помню, что так. Да нет, просто тебя погрузили, выходишь. Три раза погруженный. Можешь перекреститься. Можешь это... А ничего не скажут, если слева направо и правой рукой. Ты имеешь в виду в русской церкви? Да. Если сделаю так, с католиками. Там со священником надо смотреть это решать. Ты должен сразу сказать, что я хочу быть в армянской. Ну, тебе скажут, ну, иди туда в армянской крестись, по сути. Ну, я не знаю. Но смотри, если в потерявке будешь принимать крещение, то тебе ничего не скажут в священнике. Скорее всего, ничего не скажут. Если хочешь слева направо креститься, у нас, мы к этому относимся нормально. На спасение не влияет, слева ты направо или справа налево. Смысл понятен, смысл не еретический никакой. Ничего нету за этим. А вот... Свобода. Жалко, Гнат Тихонович ушел. Наверное, вы знаете один вопрос. Можно ли носить бантик? Бантик. Голосок нельзя, бантик. Кого? Не понял. Бантик. Да, здесь. А зачем? Он какую функцию выполняет? Ну, не знаю до красоты. Нет такого. Вот и вот это так и определяется, что нужно, что не нужно. Нужно только то, что нужно. А что не нужно, то не нужно. Написано непотребство. Грех такой, непотребство. Набери. В Библии увидишь, такой есть грех, непотребство. А как, что это такое? Как думаешь? Кража, ликоинство, злоба, коварство, непотребство, нечистота. Это вот то, что не требуется, а ты делаешь. Разврат. Гнусное поведение. Ну, смотри, допустим, Господь говорит, истинно, истинно говорю вам, что за каждое праздное слово, сказанное людьми, они дадут ответ в последний день. Праздное слово, это что такое? Бессмысленное слово. Да, пустое, несущее. То есть, бессмысленное, не имеющее никакого значения. И какое значение имеет бантик? Никакого не имеет значения. Он не несет никакого смысла. Все, зачем тогда его носить? Или, допустим, пояс, этот, не пояс, а ремень. Можно веревку зацепить, и с веревкой, и все, и нормально носится. зачем тебе ремень обязательно какой-то там носить? А будешь веревкой, тебе легче гораздо. Она ни веса никакого ничего не имеет. Все, вот поэтому. Вот. Боясни припоясанный сверху, припоясываешь себя. Собранный от этого. Все закрыто, ты собранный, припоясываешься истинный. На нем вешать можно сверху, когда всякое раньше вешали. А бантик это нет, это, угождение миру, дружба, то есть, они тебя приняли за своего. А вот это ощущение, человеку не нравится, что его за своего не принимают в мире, и он из-за этого подстраивается под это. Нет, они должны сразу понять, что ты не свой, зашел нечто другое, не свой вообще. Общий язык должен быть только с ними, не может быть общий язык, а только на основании проповеди Евангелия. То есть, ты Евангелие говоришь о Христе и все, не принимает, больше бесед нет. По делу, если только бывает, по делу, понятно дело. А просто что-то там по душам разговаривать, какое-то, это противники божии, и ты с Богом примириваешься. Это два разных, не может быть беседы по душам, верующий, неверующий по душам не может разговаривать. Если разговаривать, значит, тот неверующий, кто верующим все считает. Именно сектантами тоже не разговаривали в душам. Только, ну как, конечно, только на основании по делу. Заразишься. Видишь, в чем дело? Это же не просто какое-то заблуждение, за этим стоит дух, демон. Он входит в человека, входит, входит, и все, ему все места писания, и он перестает видеть их правильное значение. Выходит, человек открывается, ему, святой дух ходит, открывается правильное значение. Не просто так, что человек что-то там мозгами. Они все очень умные, мозгами все обкручивают, писания миллион раз могут прочитать, но им не открыт, святой дух не открывает правильное разумение. Те места, которые важны, они замыкают, а которые не важны, и наоборот, у них выскакивают. Вот в чем вопрос. Как ты определишь? Ты сравнишь только так, как понимали в церкви все 2000 лет святые отцы. Ты только так можешь сравнить, какой у тебя дух, а дух святой или какой-то другой дух. Только так. Если принимаешь то, что они приняли, то значит дух святой в тебе. Если не принимаешь, значит тебе злой дух. Вот так определяется. Вот как я понял, что я не в истине. Я смотрю видеоролики, я вам писал вконтакте давно, 30 мая начал писать. Ну, без аватарки. Помните, не помните? Я спрашивал про армянскую церковь. Я как услышал, Игнатий Лапкин говорит про пять церквей и про то, что рукоположение должно идти от апостолов. А эти сектанты говорят, что они от апостолов, но никаких доказательств нет. Ну, потому что просто само название. Игнатий Лапкин сказал про армянскую церковь, я так обрадовался, что вот куда мне нужно, что типа можно даже не в русскую, а в армянскую. Он еще сказал, что учителя должны быть хефесянам 4-5 или 5-4. Что должны быть учителя. Я прочитал, и все, и меня как вот так вот скрыло. Но после этого я один раз пошел на это молодежное. И там... Ну, не молодежное было, такое подростковое, где мы просто шашлыки жарили. Все, с меня сразу это слетело. Я прям как очистился. И сразу начал к ним... Плохо, конечно, что я к ним как к людям начал не очень хорошо относиться. Хотя нужно к их верить плохо относиться. Ну, вот так вот. Надо быть, иметь благодарность, то, что они, во-первых, ТАТЭДА у них получил, а все остальное, все эти заблуждения отбрасывать жестко. Иоанн Антони Великой сказал, что я с еретиком никогда мирно не разговаривал. Почему? Потому что искажения много. И даже за ересью стоит ложь на Творца. Это не просто какое-то там что-то. А ты можешь заразиться и быть подвержен тому же наказанию, что они. Даже вроде ничего не. Я просто с ними постоял там, что-то с ними. Может, где-то сказал да или еще где-то. В житиях святых такой случай есть. Ава одного послал монаха своего послушника, этого духовного чада свое, послал в город там что-то продать. Ну и тот возвращается уже к Аве и говорит, ну, Ава, Ава. А тот ходит, как будто его не узнал, не узнает вообще. Так и что? Три дня уже проходит ему, Ава, ну это же я пришел. Говорит, нет. Мой ученик, говорит, ушел тогда в город, а ты, я, говорит, не знаю кто. Ну как, говорит, это же я. Ты, говорит, когда ехал с евреем там разговаривал? Ну да, разговаривал. А ты что ему сказал? О чем вы говорили? Ну, говорит, о Христе ему говорили. А что он сказал? Он говорит, ну то, что может быть он и не Мессия. А ты что сказал? Он говорит, да может быть и так. Да ты, говорит, отрекся от Христа. Отрекся, все. Ты уже подвержен. Давай молиться. И они встали молиться, и у него изо рта черный дым пошел. Сатана вошел. И он даже, а он-то и не заметил, для него ничего не изменилось. А заметил только духоносный отец его. Вот так и с сектантами. Где-то не так что-то ты согласишься, и все. Зайдет сатана, и вдруг ты, все, что ты сейчас по эти писания места, которые ты их увидел, и вдруг ты на них будешь смотреть и сомневаться начинать. А потом вообще будешь, а потом тебе другое пойдет, третье, и мир тебя тут захватит. И все. Это все поэтому надо, витяка после первого, второго вразумления отвращайся. Они согрешили, как-то написано, развратились, будучи самоосуждены, сами себя осудили. Развратились. Они думают, что, то есть, они крестили, во-первых, неправильно. То есть, их крестили, неважно, как ты поступаешь в будущем, все, это уже записано в книге жизни. Главное, просто ходить, делать вид, что ты что-то там знаешь, и все. Самообман. Самообман. Это, во-первых, совесть из-за этого обречает вообще. Видишь, крестили, это не крещение, а сквернение происходит, то, что у них там, а сквернение. Я даже присутствовал лично, ну, видел, как, сколько, 50 человек, женщин, 50 мужчин, в седьмом году, когда, в десятом году было, они привозят, приводят к себе через болезни. То есть, допустим, кто-то болеет, и родственник, допустим, я болею, очень плохо, и я не верующий, допустим, и мой какой-то там троюродный брат ходит в эту секту и такой говорит, давай, тебя Бог вылечит, идем к нам, за тебя помолится. Этот человек приходит, видит, что его исцелили, и такой, о, значит, тут Бог, все, будут сюда ходить, приводят к себе через болезни. Ну, они, видишь, это понятно, а кто исцеляет? Бог исцеляет, это понятное дело. А исцелений везде есть много, и у мусульман есть, и у буддистов. Бог исцеляет, действительно. А может быть, так он никогда, вот он придет в 50-ничество, а потом придет в церковь, через Христа полюбит, а потом начнет изучать и придет в церковь. То есть, путь может быть, и через секты пройти. И люди самые достойные бывают, выходят из сект. Вот даже вот этот Менонид, Геннадий Фаст, пожалуйста, он родился там в секте, и какой сейчас достойный священник? Самый лучший может быть в России, Геннадий Фаст. Поэтому вот такой путь может быть. И они знают это. И вот Игнатий Тихонович, он встречался даже с таким баптистом одним, который просто как, он мазал маслом, и как он говорил, веришь, что Иисус Христос может тебя исцелить? Вот верит, вот его помазал, и раз, допустим, ходить не мог, раз, сразу пошел. Бог это делает действительно так. Маслом? Да, просто масло растительным помазал. И много-много кого так он исцелил. Но он от этого в церковь, он от этого не стал, что он в церкви. Есть вера двоякая, да? Вот одна из это чудотворение, это дары, за которые человек будет нести ответственность. Они вообще на спасение твое не влияют. Вот то есть, ты можешь всеми дарами обладать, а будешь в ней церкви. Вообще тебе, тебе только ответственность за это больше еще. В церкви, то есть это не связано, а человек если это связывает, то он может ошибиться. И у нас многие в православии так же, они мертвые, Христа не знают, Духа Христова не имеют. Но зато везде одни исцеления, то от иконы, то от креста, там еще чего-то исцеления. И они думают, вот все, я здесь нахожу все хорошо. И мне ничего не надо, ни Евангелие знать, ничего не надо. А также, а потом после смерти наступает великое разочарование. Так и у сектантов. Они думают, что вот я читаю Евангелие, по Писанию живу, и какие-то исцеления, я, значит, в церкви. Нет, ты еще не в церкви. В церковь ты должен войти. Самое главное, кто приходит протестанты, они говорят, мы как будто домой вернулись. Все, когда ты принимаешь таинство, вот ты даже не знаешь, что это такое таинство. Никто из них не знает. Это совершенно надмирное, нечеловеческое что-то. Когда ты примешь эти таинства, благодать через таинство получишь, ты сразу поймешь, что это вообще детские игры были в сектах. Детские игры просто. Вообще все несерьезное на 100%. Какие-то кафедры возводят. Хор у них какой-то там. Читают всю Библию, но вместо про то, что говорение на иных языках может быть у апостолов вроде только. Говорение... Нет, говорение на языках может быть не только у апостолов, у многих. У нас святые такие были, которым вот куда надо было идти, язык ему такой давался от Бога и все. И он туда шел и сразу разговаривал, чтобы обратить страну какую-то. Тогда понятно смысл. Бессмысленно Бог ничего не дает. А те языки были для чего, знаешь? Вот те языки, которые говорит апостол Павел, к Олимпинам обращается, на неизвестных языках написано. Незнакомые языки. Потому что есть разница иные языки и неизвестные, незнакомые языки. Это два разных. У вас 50-ники это понимают? Ничего не понимают. А в чем разница? Вот ты когда наберешь в Писании, посмотри, есть незнакомые языки, есть иные языки. Вот иные языки это иностранные. Это дух святой сошел в день 50-ницы, и они стали разговаривать на иных языках. Один там на, допустим, какой-нибудь аравийский язык, и ему надо идти туда проповедовать, в Аравию. У другой другого язык. И наречия стали все разные. Все с этой целью, чтобы куда-то пойти и там проповедовать. Бог показывал, что вот тот язык ты там должен, это тебе мысль. Смысл такой. А у коринфинов там по-другому. Там написано, они молились на этом языке, и нужен был истолкователь. Те-то не нужно было истолковать, они сами могли, и они просто переводили сами и понимали. А тут нет, он молится духом, но не написано, что говорит толку, если я молюсь духом, но ум остается без плода. То есть он молится духом, каким-то языком что-то говорит внутри себя, но сам не понимает вообще еще, просто Богу направленный весь. А он говорит, буду молиться духом, буду молиться и умом. Еще истолкователь нужен. И вот эти незнакомые языки, некоторые говорят, писать какие-то ангельские языки, ну то есть, потому что эти языки, никто не знает, что это языки. Они были нужны для того, чтобы евреи и сами язычники поняли, что они приняты Богом. А как они узнают? Допустим, он не знает принятого Бога, дух святой на него сошел или нет. И тогда вот ему удается, что он говорит, начинает молиться на неизвестном языке, незнакомом. А евреи на него посмотрят и понимают, что да, тоже дух святой на него сошел. Это было знамение для евреев и для язычников. Потому что язычники вообще же ничего не имели общего еще с верой вот этой иудейской. Непонятно им это было, как ты определишь вот это все различие. А потом это все стало ненужным. И нужен был истолкователь, если там что-то для наседания церкви. А истолкователя нету и нет ничего. А сейчас зачем это? Это совершенно не нужно. Человек уверовал в Иисуса Христа, и он от этого уже, он бросил грехи свои и оставил. И понятно, что принято. То есть, тогда не было, такого сейчас вопроса нету, язычники приняты или не приняты. Такого нету. Это раньше такой вопрос был. И апостол Петр поэтому пришел к Корнилию. И как он узнал, что тот принят был Богом? А те стали разговаривать на языках. Написано, Дух Святой сошел, и они на языках стали разговаривать. Ну вот они как? Ну, мои вот эти вот. Молят, начинают кто-то молиться, ну, кто-то из главных. И такой гул поднимается. Там кто-то какие-то тики издает, кто-то, не знаю, язык, вот я слышал от одного, язык похож на французский, там что-то, картавит как-то такой. Ну, прислушиваюсь. Это что может быть? Это дьявол селит какой-то? Да, это объяснование. Обычное объяснование начинается. Бес входит и начинает, что попало. И там мат может быть на самом деле на каком-то неизвестном языке. Что хочешь. И главное написано, если, говорит, один из вас говорит, то другой молчи. А у вас, а там у них они как начнут все вместе. То есть не по Писанию идут. Или поминуются Духом, они не повинуются им. Толкователь нет, молчи. Истолкователь-то и у них бывает приезжает Истолкователь. И вот Олег Стеняев приезжал, а он знал на разные языки. И он приходил и начинал говорить на, молиться на там еврейском, на греческом. А тот переводить стал. И переводит все неправильно. А у них это какой-то там учитель великий, Истолкователь пришел. То есть переводит языки вот эти. Вот так это. То есть ложь, видишь, это все на сатана, отец лжи. И поэтому написано, вот апостол Петр говорит про апостола Павла, про его слова, послание, говорит, послание к которому есть нечто неудобово, разумительное, то есть непонятное для многих, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть все, что в Писании написано, можно превратить к собственной своей погибели, если ты невежды и неутвержденный. А сектанты, они невежды и неутвержденные. Они не знают. А как ты будешь вежды, если ты отбросил все, что церковь имела за 2000 лет? Как всегда понимали, в первом веке, второй, третий, четвертый век. Так кто-то понимал, вот надо спросить. Нет такого, чтобы так кто-то понимал. Это тоже вопрос. Крещение у них, обещание Богу доброй совести и все. Больше ничего. То есть в крещении не прощаются грехи у сектантов. Они не знают, что в крещении должны прощаться грехи. Они еще думают так, ну не знаю насчет других, на 50-ти думаю так. Меня слышно? Да. Что если я попрошу Бога прощения, они то есть стоя не молятся, они всегда сидя вот так вот, не знаю, уткнувшись лицом, не знаю, может стыдно как-то. Они говорят, Боже, прости меня и все. И для них вот это вот прости означает, что Бог может все простить тебя полностью грехи твои. От одного твоего прошу прости. То есть для них причастие, ну это не причастие, это конечно преломление, просто хлеб. Это ничего не значит. У меня еще такой вопрос, а вот когда они делают вот это вот ложное причастие, после хлебопреломления, после вина, они моют ноги друг другу. Это... Ну они как бы пример берут с Христа, который умыл ноги ученикам своим, это имеют в виду. Так это надо делать? Да, зачем это делать? Один раз было вот тогда сделано и все, зачем это еще делать? А что, вот плюнул, Христос плюнул в землю и умыл глаза и что теперь поливать в землю и в глаза ссувать всем? Нет, это смысл был такой, что ты должен быть, если, я говорю, ваш учитель умыл своих учеников, это смысл, надо смысл этого принимать, а не то, чтобы мыть всем ноги. Тогда это было, нужно было ноги там мыть, потому что люди пришли и все грязное и как бы услужить, послужить непосредственно человеку. А сейчас зачем это ноги? У всех эти носки, ботинки, у всех чистые ноги, зачем мыть ноги им? Потому что там ведра как-то подогревают. Вот они не понимают, просто это не нужно, абсолютно. Ну это как обряд, допустим, чтобы напоминание можно, там раз в году, я знаю, епископы у нас, даже в православной по-моему церкви или где-то есть, которые епископы священникам моют то есть ноги. Там когда-то там может это можно сделать, но имеется в виду это, лучше бы они делали с них деньги не брали, со священников, чем ноги умывали. Вот это было бы ноги умыть, а не то, чтобы ноги помыл, а сам деньги со них все сгребаешь. А у них еще денежные сборы есть, то есть у них, у нас есть, у нас, ну, такой человек, он не верующий, но его семья, он является, не знаю, как по-русски, жены, брат. Тоже не знаю. Ну, в общем, а этот брат, это, который хорошо, якобы знает Библию, который в Израиле четыре раза был, сколько там, пять, помните, я вам говорил. Вот он, рукодельный человек, он, то есть, у него заказывают нагробные вот эти вот, какие-то рисунки, то есть, не знаю, очень красивый, он из кипса, что-то там делают, шлифуют, очень рукастый. Его просили сделать копилку, куда будут деньги кидать. Эта копилка выглядит как обычный храм, ну, и крестик наверху. И каждая, по-моему, пятницу, у них какая нужда есть. Ну, кто там главный говорит, это предводитель общего, к этой. Они когда нужно, говорит, вот кидайте деньги, вот кидайте деньги, и потом считают деньги, и там есть отдельный человек, который смотрит, кто кинул деньги, кто не кинул деньги. И потом, я не знаю, возможно, им звонят и спрашивают. А кидают они деньги на дела хорошие, то есть, там в Руанде, знаете Руанду? Это такая маленькая страна, запечатанная вокруг больших стран в Африке, где нет воды, дети с животами большими из-за болезни, то есть, они туда деньги направляют и там с чернокожими, ну, в общем, их обучают. Там много туда, из нашей общины, много кто людей пошел туда, начал слово божье давать. Но, правда, они уже 50-никами стали и Руанде, то есть, они другого не знают. То есть, они туда ездят, там миссионерствуют, да? Да, есть люди, которые туда пошли и поженились на ком-то из земнокожих. Вот работают, а? Он, да, видишь, работает. Не то, что у нас просто в храмах засели и все. Страны в Африке там куда-то собираются. То есть, даже фотки приводят, то, что вот дети как радуются, допустим, ребенок видит первый раз книжку, они реакцию снимают, то есть, добрые дела, но не с Богом. В общем, они собирают деньги вот так вот на какие-то нужные. Ну, собирать деньги, это ничего в этом нет такого, понятно, нормально. На дела добрые нормально это деньги собирать. А потом обсуждать? Мы даже на распространение Евангелия вон Игнатий Тихонович очень много денег отдал сектанту, потому что дела хорошие. То, что дела божественные, их и сектанты хоть кто может делать. Они их потому и делают, потому что видят, что Бог способствует им. Да. Вот вы являетесь членом Московского Патриархата? Ну, я, да, я в приход хожу в Московском Патриархате, да. Но крещен я в РПЦЗ, в Русской Простанцеркви за границей. А где? Ну, вот в Потеряевке. А это за границей? Это Русская Православная Церковь за границей, да. Но это все Русская Церковь, это все писульки для людей, а для такого нету у Бога. Вот, я не знаю, почему, людей, которых я встречал в соцсетях, лично, ну, лично, конечно, меньше, они считают, Московский Патриархат, вот когда слышат, вот в Ютубе много комментов, они его поносят, не знаю, как, почему, в чем причина. Ну, во-первых, есть за что поносить, откровенно говоря, ну, просто есть за что поносить, но есть предел этому всему, многие там, ну, осуждают и прочее, ну, не знаю, я как, смотря, что они говорят и что поносят. То, что она Сталином и Берии основана, это правда, так и есть. Московский Патриархат основан советской властью, он основан сразу же на предательстве, по сути, Христа и всего евангельских канонов, на нарушениях, все на этом основано, на этом беззаконии, все. Но Бог не отнимает благодать по грехам, Он оставляет это, потому что иначе бы люди не спасались, если бы из-за согрешения церковь бы отнималась благодать, сейчас бы церкви уже и не было бы даже. А Господь сказал, врата да не одолеют ее церковь. Рукоположение есть законное, значит, все церковь законная, благодатная. Но практика абсолютно порочных практик действительно очень много. Ничего, похвастаться нечем тут вообще. Смотрите, как хулят, если они отрицают благодатность, вот тут они уже далеко зашли. То есть для них РПЦ как бы еще терпим, а Московский Патриархат, не знаю, какой-то ад для них. Но они так считают. Если бы был бы авторитет Писания, Библии, тогда бы они на это не смотрели иначе, по-другому было бы. А вот храмы Московского Патриархата и РПЦ, они как-то отличаются? Конечно. Нет, это все одно и то же. Они не тоже даже не отличаются, вообще не отличаются ничем. Даже и люди одни и те же, все одно и то же. РПЦЗ и РПЦМП это как просто те за границей, московские. Раньше были, сейчас произошло объединение. Раньше они друга не признавали, потом объединились и все нормально стало. Это раскол произошел когда Белая Мигрантская Церковь и вот эта Красная Церковь Сергий Старгородский коммунистическая. Когда Сергий Старгородский поразгласил вот это на ваши радости наши радости то, что мы лояльность советской властью и все, там назначались священники, все епископы назначались только через отдел советский отдел, который по религиям занимается. И ты, допустим, если ты хочешь служить искренне Христу, тебя никто там бы не пустил. Ты только, если ты будешь сотрудничать с КГБ, с НКВД еще тогда было. И за это и не любят это. За это. А не могут покаяться в этом. Московский патриархат в это не покаялся, не признается ничего. А многие священники открыты, что, говорит, молчите вы. Вы же все, мы все сотрудничали, без этого нельзя было. Что молчите? А они их наоборот гонят, кто это все раскрывает. Вот, знаете, такой YouTube-канал Серафим называется. А как? Серафим. Не знаю, сейчас наберу. Там 1015 беседы, богословские. Серафим, да? Не там Серафим, да? Не знаю, не знаю, не видел. Первый раз сейчас вижу. Ну вот канал хороший. Ну, смотреть, есть что. Вот я там увидел ролик, может быть, вы сейчас там увидите, как двое, один бывший священник, а второй его оппонент, сам священник, разговаривают. И у меня такой вопрос, вы нашли? Да, да, нашел, вот я смотрю. Бывший священник. И там такой вопрос, может ли священник отказаться от своего чина? Ну, то есть, стать обычным верянином. Он перестать служить может? Ну да, как там, в видео. У греков такого нету. Ну, имеется в виду, чтобы сан слетел, то есть, Дух Святой отошел, такого нету. Это как крещение человека, он не может от этого отказаться. Он как бы может, ну, просто, не быть, выполнять роль христианина, ничего не делать, но крещение у него так остается, не смывается. Так и священническое не смывается. Прекратить деятельность. Просто прекращает и все деятельность, да, запрещается в служении. У нас в русской церкви извергается и саны, и все как будто мирянин. Но в греческой вот такого нету, не знаю такого даже, что так может быть. И я с ними согласен, с греческими, с дреками здесь, что не может, таинство не может быть отнято. Это Бог, когда если мы признаем, что это благодать божественная, то как просто люди обратно его просто отменят, что ли? Он что, птичка в клетке, что ли, которую забрал, обратно выпустил Дух Святой. Такого не может быть. вот еще про сектантов вспомнил. У нас сейчас, у нас, ну уже не у меня, вот здесь вот, в городе, есть в этой общине человек ну сто. Эта община, она является, можно сказать, забыл это слово на русском, оно дочерней, она является дочерней общиной московской, то есть, а в московской уже около двух тысяч человек, это только на русском языке, а есть еще на армянском, то есть они там же собираются, но на разных языках, то есть человек тысяч пять. Я вот не знаю, кого, конечно, это будет в будущем, там есть очень хорошие люди, естественно, не знаю, кого пригласить, но я вас, Игнатия Тихоновича, ну Игнатию Тихоновичу не говорил еще, пригласить, чтобы сразу с кафедры им всем попроповедовать. Игнатий Тихонович же много где был, там в Греции вроде бы был, да, проповедовал Баптист. Но он сейчас больше не ездит. А. Он больше не ездит, да. Он уже не поедет. По скайпу можно вот так вывести, если кого, чего можно. Это все так надо решать. По скайпу там пять тысяч человек. Ну, я знаю, но так просто тоже до кафедры это не допустят. Чего будет тратить-то православных людей до кафедры допускать. Он же такое может сказать, православный, что пять тысяч там затрещат просто люди. Ну, не пять тысяч, там тысяч человек. Ну, я имею в виду, да, что это так не допустят просто. Это святой дух тут работать должен, чтобы как-то допустил. Это я не знаю, как Игнатий Тихонович во всех сектах, наверное, которые есть, проповедовал. Я его спрашивал, а как вы притворялись то, что вы не православный? Нет, говорит, я всегда был, все знали, что я православный. Ну, так дух святой. Ну, какой-то дед пришел. Он же не дедом был-то. Ну, какой-то... Потом перестали пускать, потом. Там уходить начало очень много людей. Начали... Люди начали им открываться эта истина. Это уже работа дух святого. Дело вопрос даже ни в чем, что ты как скажешь. Дух святой работает, открывает это. Это уже дела серьезные-серьезные. Когда, чтобы душа одна обратилась, очень много талантов надо. Одно дело, ты что-то сказать, знания какие-то у тебя. Другое дело, чтобы ты был искренний и говорил только правду. И дух святой в тебя в этот момент с тобой был. А это даже православные могут нарушить, и все, и дух святой отойдет от него. От православных... Даже... Хоть какой-то церковник будет... Хоть даже будет правду говорить, если... Недостойная. И апостол Павел говорит, смиряю порабощать тело свое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Какие у тебя там будут? Близкие или еще что-то? Ты будь открытый для них в плане того, что... Ну, самому, во-первых, надо подняться. Самому, да. Имеется в виду, открытый для того, для общения, для того, чтобы привести, можно было с ними пообщаться. Не то, чтобы они там... Скажи, я нашел истину. Ты им так и расскажи, все открыто. Я нашел, что мы, оказывается, не в церкви. 2000... Все, оказывается, Бог не основывал церковь эту, а это она у нас недавно основалась только, а Христос основал в том веке. Да. Вот спроси, вот апостол Павел говорит, напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. А что спроси, а где у нас дар этот Божий, который через рукоположение апостола Павла, апостолов, а где этот дар Божий, почему он нас об этом не учит? Который именно через рукоположение идет. Почему у православных оно есть, этот дар, который приходит? Или говорит, не не роди, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Это 1 Тимофей 4.14. С возложением рук священства по пророчеству дано. Не не роди, притом о нем можно не родить, а что это за дарование, которое можно не родить? Которое только через рукоположение идет. почему об этом нет ничего не сказано а почему у православных есть от апостолов и до сегодня целый список как они через руковоположение передают это в просе, Христос дунул и сказал, кому простите, тому простятся на ком останутся, на том останутся у вас там есть такое, чтобы кто-то прощал грехи нет а почему у православных есть это от апостолов, он же на апостолов дунул, ученикам передал и те прощают грехи на исповеди Бог дал эту власть, написано же кому простите, тому простятся а то не только Бог, но он говорит, кому вы простите тому простятся это же вроде на определенный момент то есть когда церковь еще не была когда церковь не была но она же не отменялась, то после а все и вот это вот прощение перешло до, допустим патриарха Кирилла да, ну так и это есть но только у священства никто никогда на это не посягал кроме священства законного епископства а у кого есть у епископов и у патриархов? патриарх это и есть епископ есть всего три чина диакон ну допустим уберем да, диакона вот мирянин простой христианин который становится следующий иерей и следующий епископ то есть получается да иерей и епископ вот это только три вот епископ имеет всю полную полноту власти он от иерей отличается только тем что он может рукополагать еще по власти то есть он может делать священниками других и епископами а священник он ничего не может он может все семь таинств производить. 7 всего. Но не может никого руку положить. Священники от Иерея, это руки епископа. Его как бы руки. Епископ все это освящает и дает, они через него. А епископ это уже как первосвященник. Первосвященник Христос, он поставил апостолов. А епископ это как апостол. То есть власть апостольская, она на епископа растет. Почему Бог 12 избрал? Для чего? Почему он бы и так давал? Нет, он 12 избрал. Через них только все передается дальше. Он такой, почему он там священников только одно, а Аарона и Левитина колено выбрал? Первосвященники Аарон и Левиты священники. Почему он так избирает? Для чего? Написано это образ для нас. Какой образ на сегодня это? Куда оно перенесено? Перемена священства. Да, с переменой закона перемена священства. Не отмена же, а перемена идет. Теперь священство Христово. А вот как епископы могут рукополагать других епископов? Там два человека... Первое апостольское правило. Правило святых апостолов написано. Два или три епископа они воскладывают руки. Ты можешь набрать, допустим, рукоположение епископа и фотографии посмотреть, как это у православных происходит. Стоит люди и прямо так на него накладывают руки все. Все. Молитва определенная. А какая молитва? А это предание сохранило. Апостол Павел говорит, держитесь предание, которое мы передали. Предание устное. Оно передается и хранится только в церкви Христовой. Ни у кого нету сектантов этого предания. Что говорится в этот момент? Только у церкви есть это. Как что говорится, чтобы причастие превратилось... Хлеб и вино превратилось в тело и кровь. Что говорить в этот момент? Что молиться? Что просить у Бога? И это все в предании сохранено. А предание как распространялось? То есть человек, который шел поповедовать в какую-то страну, у него уже был какой-то определенный багаж записок, знаний книг. Вот допустим, Парфянин, Григорий просветитель. Ну, Лисаворич на армянском, кто Армению просветил в 301 году. Ну, раньше. Вот. Его крестил Леонтий Кисарийский. Леонтий Кисарийский был на Никейском соборе. Может быть, помните? Ну, я так это точно не могу. Ну, я это естественно... Подробностей таких не знаю. Ну, да. И что? Его и крестил Леонтий Кисарийский. Вот. Когда он сказал, иди проповедуй, допустим, в эту страну. А он был Парфянином. Иди проповедуй в эту страну. Он ему дал какой-то определенный багаж. Чего-то, чтобы... То есть он там Партиаршим стал. Ой. А, ну, значит, его руку... Он был руку положен. Значит, его руку положили священникам, может быть, потом епископам. Конечно, это все передается. Об этом учатся у нас. Это... Эти все... Очень много знаний. А вообще, раньше, изначально-то, вот Новый Завет, который мы сегодня имеем, это было предание. Что говорят, Писание, Писание, да? Но Писание было только Ветхий Завет. А вот то, что Новый Завет, это было предание. Это передавалось просто. Люди рассказывали вот это про Христа, историю, вот то, как это все было. Передавалось чисто через... А потом это церковь. Церковь записала внутри, собрала все вот эти послания. Канонизировала, сделала, что это теперь Священное Писание. И все теперь стало известно. Церковь собрала. Поэтому Церковь это только и может решать, что там священно, что правильно, а что неправильно. Это она все сделала изначально. Все на этом все и стояло. Этого ничего не знают они. Если бы они это знали, они бы поняли, начали бы смотреть, а что, почему тогда мы что-то свое придумываем. Церковь первичный, получается? Первичный, конечно. Церковь... Церковь... Предание... Почему говорят, предание первичнее, чем Писание? Потому что вначале не было Писания. Вначале оно потом записалось из предания, непосредственно, которое было передавалось. Да. Хронология такая, что вначале идет предание. Но сегодня Писание это самое то, что никак... Вот все, что в Писании написано, это то, что не может быть уже... Это самый высший авторитет. То есть это как раз таки самое заканонизированное предание. То есть бесконечной святости у него. Не подвергается никаких сомнений. Вот то, что в Писании написано. Слово Божьим. Не зря оно названо Словом Божьим. На армянском это Аства Ташунч. Дыхание Божьим. Ну, переводится. Помните... Мне сейчас вспомнили слова... Не знаю, у кого, по-моему, у Павла. Но я не знаю, где это место... Какое-то место. Можете вспомнить? Он говорит... Ну, я так вкратце скажу, что он имел в виду. Чего? Чего-то не слышу ничего. Чего-то пропало все. Угу.